Около 500 несанкционированных свалок, несколько тысяч так называемых навалов мусора. Республика, по словам министра природных ресурсов Удмуртии, буквально захламлена. Старая система по обращению с твердыми коммунальными отходами себя изжила уже давно. Новая, предусматривающая не только вывоз, но и сортировку с переработкой, заработать должна уже с 1 января. Вся работа ложится на регоператора. Он первоначально и предложил тариф за вывоз ТБУ высчитывать для многоквартирных домов с квадратного метра, а для частных – с человека. Но общественность настаивает на подушевую расчет для всех, хотя здесь возникает проблема. А как учитывать? А вот как те, которые люди, которые занимаются, будем говорить, снимают квартиры и не зарегистрированы? Потому что там есть масса проблем. Вы поймите, что по 984-му постановлению МВД карточки все аннулированы. И домовые книги тоже аннулированы. Приблизительно выпадает 300 тысяч человек, которые будут неохвачены. Расчет с квадратного метра пришелся бы подушить тем, кто большой семьей живет в маленькой квартире, считают Министерство строительства ЖКХ Удмуртии. Но есть, к примеру, и одинокие пожилые люди. Им выгоднее платить за человека. За этот способ начисления высказываются и те, кто на лето уезжает жить за город. Окончательное решение должны принять 20 декабря. По словам Дмитрия Сурнина, скорее всего, в этом году по просьбам общественности будет принят именно подушевой расчет. А заявленная ранее рекоператором плата 166 рублей с человека будет снижена. 135 уже сегодня независимыми экспертами уже эту цифру на человека подтверждили. Соответственно, этот тариф, этот размер платы нам на квартирный дом. С учетом того, что в индивидуальных домах у нас нормативы ниже, мы сами все понимаем, что все-таки в жилых домах индивидуальных люди меньше накапливают отходы. Поэтому там будет еще больше. Частному сектору и сельским жителям сегодня советуют побыстрее определиться с местами, куда рекоператор будет вывозить мусор, чтобы до 1 января разработать четкий график и маршрут каждого мусоровоза. Не все граждане, особенно частного сектора, заинтересованы в том, чтобы около их дома находился контейнер. Вот против и все. Вот у соседа пусть, а у меня нет. Кто-то против того, чтобы по его дороге проезжал многотонный мусоровоз и продавливал дорогу, особенно в период распутиться. Вот все эти тактические вопросы нужно решать на сходах и принимать общее решение о том, где же все-таки удобно останавливаться мусоровозы и удобно жителям. Такую же информацию ждут от каждого муниципального образования. Ее они должны представить до 15 декабря. А работу рекоператора под свой контроль берет Общероссийский народный фронт. Мария Шершова, Альбина Валикжанина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Мы не блядь, мы сейчас поговорим, не будем вопрос к другому.